Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша ведунья Вивьена! На новом канале Ведунья Вивьена Парапсихолог жизни-судьба Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, мои дорогие гости канала! Здравствуйте, те, кто только что зашел на канал! Подписывайтесь на новый канал! Заходите на серебряный канал Ведунья Вивьена и там подписывайтесь! А здесь у нас будут и расклады, и разговоры, и медитации, и различные советы, которые я буду вам показывать в видео это эзотерика и жизнь это парапсихология и жизнь это разные аспекты одного и того же, но с разной стороны я всегда вам улыбаюсь я всегда вам радуюсь ссылка на мой канал, у которого серебряная кнопка в описании под видео и в прикрепленном комментарии на канале Ведунья Вивьена новое видео и там очищение, отливка воском канала любви и отношений а также зазыв от вселенной вашего суженого, ряженого, вашего мужчины так что посмотрите и на том канале тоже на том канале очень много видео, ритуалов и разных медитаций а также просто гаданий, которые вы хотите по вашим заявкам и сегодня у нас будет расклад что он хочет от вас на самом деле и что показывает очень часто, а то и всегда мы люди ходим в масках в масках и эти маски на всех разные и не всегда можно распознать что перед вами человек в черной маске дьявола или в маске фальшивости или в маске лисицы не всегда можно это сразу увидеть потому что люди показывают одно и мы с вами тоже не исключение а в голове, в мысли, в душе совсем другое и вот давайте сегодня на колода Таро Ленорман колода Таро Ленорман и колода цыганская колода необычная цыганская эту колоду выпускают в Германии здесь 56 листов оракул мы будем смотреть ну давайте начнем чтоб меньше было разговоров чтоб меньше было разговоров успокоились все представили человека с открытыми глазами или положили фотографию перед собой и тогда смотрите ему глаза в глаза и спрашивайте что ты хочешь на самом деле от меня и что ты показываешь что ты хочешь на самом деле и что показываешь что ты хочешь на самом деле 1 2 3 и что показываешь это что ты хочешь а это что показывает и что ты показываешь номер один вариант номер два вариант номер три успокоились представили что вы около моря сидите спокойно сидите рядом со своим задуманным человеком и спрашивайте его что ты хочешь на самом деле а что показываешь и давайте начнем вариант номер один так вариант номер один что ты хочешь на самом деле что показываешь что ты хочешь на самом деле и что показываешь что он хочет на самом деле он сам не знает что хочет на самом деле небо далеко звезды высоко когда-нибудь на самом деле человек который вы загадали по варианту номер один он такой ну знаете я тут пока не вижу что очень сильно горячее сердце что ты хочешь на самом деле что ты хочешь на самом деле хочешь на самом деле знаете что он хочет на самом деле а у человека прошлое есть что ты хочешь на самом деле могу сказать что хочет на самом деле этот человек знаете он хочет любви тепла и он хочет какого-то возврата чего-то он хочет чтобы вернулась что-то вот его сердца такой вот сейчас она какое-то холодное а он хочет вот это горячее сердце что он так что он хочет на самом деле он хочет вот понимаете он хочет думать вот был бы такой волшебник палочкой взмахнул и открыл бы мое сердце для любви для радости а мое сердце холодное что он хочет на самом деле что он хочет от вас на самом деле вот видите он хотел бы от вас любви он хотел бы от вас любви вот чтобы можно было если у него есть возможность хоть и пойдет куда-то в принципе пойдет куда-то 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 каком-то магу а может быть он обладает такими способностями а может быть уметь и знать метод нлп потому что что он хочет от вас он от вас хочет любви он хочет чтобы вы открыли ему сердце чтобы его сердце пылало. Что он хочет от вас? Что он хочет от вас? Он хочет от вас вас. Он хочет от вас вас. Ну, знаете, я могу сказать, что мужчина-то такой скуповатый, а может быть, даже и жидноватый, потому что он хочет от вас любви, а как манипулятор. Он хочет от вас, получать от вас всякие ресурсы, получать от вас любовь, чтобы он пылал. А или ничего не отдавать, или так, нищенские подачки на сосиски и на сардельки. На красную икру и то не даст. Какой-то странный мужчина, что он хочет от вас. Он хочет от вас, чтобы вы очень много вы от него не просили. И что он хочет от вас? Он хочет от вас, чтобы вы свой ротик закрывали за зубки, чтобы вы молчали, чтобы вы ублажали. Ой, ну хитер-монтер, одуванчик, что он хочет от вас? Он хочет, чтобы вы были покорные. Такая покорная. Подождите, что он хочет от вас, мой мужчина? Что он хочет от вас? Ой, знаете, нехороший мужчина. Потому что я тут смеялась, на самом деле не смешно. Он действительно хочет рабыню. Он действительно хочет такую женщину, которой можно манипулировать. Он хочет женщину, которая бы его боялась. Ну, это вообще ужас какой-то. Прям первый расклад такой не очень приятный. Сейчас посмотрим, может быть. Это он хочет от вас, чтобы вы такой были. Вот идеал его такой, женщина, это рабыня. Которая молчит и всему подчиняется. Которая ублажает его каждый день, как Шрилизада, сказками. А если не будешь ублажать, не будешь разогревать мое сердце. Тут мужчина такой, которому надо... Ой, чуть не сказала, не очень хорошо. Даже чтобы у него там заработало, вы должны это постараться. Понимаете, вы. Всё должны сделать вы. Так. Что он хочет от вас на самом деле? Вот на самом деле он вот это хочет. Да, он хочет, чтобы он был главный. Он как судья. Понтипилат. Что он хочет? А он хочет, чтобы, понимаете, чтобы вы молчали, а он приходил тогда, когда хотел, делал, что хотел. Забирал бы у вас то, что ему надо. И тело, и душу заодно. А мы, чтобы молчали, и покорно его ждали у окна. Когда он позвонит или придёт. А он был свободный бы, как ветер. Что он хочет от вас? Он хочет, чтобы вы были верной. Он-то может бегать туда-сюда. А вы были бы верной. Самой верной. Необыкновенной. Ну, сейчас давайте посмотрим, что он хочет от вас. Ну, мужчина. Ну, прям фантазёр какой-то. Ой, ну, он хочет от вас, чтобы вы ещё и приносили благо в дом. Может, работали. Может, делали своё дело, понимаете. Чтобы вы давали такой огонь. И очаг разогревали дома. Чтобы вы были и кухарка, и коллега, и проститутка. И всё в одном флаконе. Вот, чтобы всё было. Понимаете. И ещё вы никогда бы не открывали свой ротик против него. По его приказам, указам и его правилам. Это он так хочет. Что он ещё хочет? А, он ещё хочет, чтобы вы были боевая подруга с ним вместе. Чтобы вот рядом и вместе. Но вы боевая подруга. С вами можно. И в разведку. Вот такую он хочет. Давайте ещё посмотрим. Мужчина хороший. Ну, не очень. Понимаете. Это вот он хочет такую. Может быть, так мужчины вообще хотят таких. Мужчина. Я женщина. Я не знаю. Мужчины, если кто смотрит, напишите. Может быть, это мечта идиота такая. Ну, я не знаю. Я женщина. Давайте посмотрим, что он ещё хочет от вас. Да, чтобы вы его облажали, созерцали. Чтобы помогали ему все препятствия преодолевать. И давали ему жизненную силу, как яркий солнечный луч. Перед тем, как солнце восходит над землёй. Это вот такой он хочет. А давайте посмотрим, а что он на самом деле-то показывает. Хочет он прям идеал. Ну, прям такой идеал, который не придумаешь. А что он на самом деле показывает-то вам? А показывает он думы-думские, думы-придумские. Думы-думские, думы-придумские. Думаем, придумаем, да придумывались. Думы-думские, да придумские. Давайте посмотрим, что он показывает вам на самом деле. Да, тут такой сказочник. А показывает он вам почему-то, если вы в браке, то брак, если вы в союзе в каком-то или в отношениях, он, знаете, как-то, он показывает, что вроде любовь, пара, ну, вот он думает такой задумчивый, каждый раз думает. Если вы не в браке, да, то, знаете, как вот, что он показывает на самом деле? Если вы не в браке, в отношениях, то он думает, знаете, как, да, брак, любовь, это все хорошо, да, но это приносит такие потери. Трусливый он, между прочим, вот поэтому он и здесь-то желает такую женщину, он трусливый, он думает, думает, пока он додумается, извините, рак на горе свистнет. Уже все корабли у полу, и вы на этих кораблях тоже. Что он на самом деле показывает? Трусливый он, а показывает он, ревнивый он, деньги он может жадноватый скрывать, и здесь тоже жадность эта проскакивает. Ревность показывает, да, ревность. И даже в треугольники вступает, даже есть еще кто-то. Или веселиться любит, но показывает, что он очень-очень-очень правильный. Что он показывает вам? Он показывает, что у него деньги есть, только из него особо не выбьешь. Извиняюсь. Что он показывает вам? Давайте еще посмотрим. Да, он почему-то хочет показать, что он очень правильный мужчина. Вот что бы он ни делал, он все правильно делает. Все по закону, по-божьему. Ох какой! Что он показывает вам? Он показывает, что он один из лучших мужчин. Это подарок, подарок, подарок. Он подарок. Ну, этот мужчина может быть или на расстоянии, или ездит куда-то, или, знаете как, вот он показывает, а на самом деле всегда в какую-то другую сторону может посматривать. Вот видите, треугольники. Может быть, ездит на заработки, но всегда посматривает еще и налево. Изменяет, не изменяет этот другой вопрос, но посматривать, посматривает. Но он же все по правилам, его по-божьему все. Все по правилам. Ну, давайте еще посмотрим, а что он на самом деле вам показывает. Да врет он все. Врун он. Врет он все. Вот все, что он вам показывает, это он врет. Врет, что он любит. Искренне и верно. Потому что он трясется, только как бы, как бы лишнее чего не отдать, а как бы обязанности на него не навешали. Он ревнует, а ревнует он только потому, что он неуверенный и трус. А потому что все фальшь. Фальшивка. Что он показывает? Он внешне показывает, что он орел. А на самом деле, извините, уш ползучий. Можно сказать, и гаденыш. Да, потому что в некоторых случаях здесь проиграется маменькин сыночек или под чьим-то он кублочком уже сидит. Вот они, эти треугольники тут вылазят. Все вылазит. Неуверенный самец. Вот понимаете, неуверенный. А хочет он. Видите, какой. Чтобы все бы ему подчинялось, а? Ну, давайте еще посмотрим. А что же он все-таки вам показывает? Этот наш интересный мужчина. Что он еще показывает? Что ты показываешь на самом деле? Подпишу две карты последние. А, ну, конечно, он император. Император. Он показывает, что он там уже орел, император, император. Корона только свалилась на бок. Что он еще показывает вам? А, да, он показывает, что он такой, он единственный неповторимый император любви. И показывает, что у него все есть, и материальные блага, или он там заработает когда-нибудь. А на самом деле все вранье. А на самом деле жадность. Что он показывает? О, что... Ну, знаете, тут женщина есть, что он показывает. Он показывает, что... Вообще нет, тут идет такой вот вышел королева, да, но здесь показывает то, что он считает, что действительно я живу по каким-то своим правилам, и мои правила очень правильные. И знаете, внешне он показывает любовь, но на самом деле это фальш. Да, понимаете, здесь прям вот манипулятор чистой воды. Он показывает любовь, а потом сначала он вас пряничками накормит, а потом цепями и мечами будет вам по вашей необыкновенной спинке лупить, чтобы она была вся в синяках и в ссадинах. Ну, это душевно, я имею в виду. Ну, хотя у некоторых может быть и так. Это, знаете, вот такие вот бывают мерзкого типа люди, вот именно в масках, садисты в масках. Это очень страшно. Вот здесь такого типа мужчины, девочки, будьте осторожны. Кто загадал первый вариант, будьте осторожны. Это человек, который... который притаст в любой момент. Будьте осторожны. Понаблюдайте, если вы встречаетесь, то понаблюдайте за ним. Понаблюдайте, не вешайте эту всю лапшу на свои уши. Записывайте, сравнивайте, понаблюдайте. Здесь фальшивый очень человек и очень страшный человек. Извините, но это так. Про любовь тут. Тут любовь показушная какая-то. Для чего-то нужно. Его все для чего-то нужно. И главное, чтобы поменьше на это денежек потратить. Зачем пирожными кормить, когда можно четвертинку черного хлеба купить? Хватит ты этого. Маслом растительным помажешь и солью посыпешь. Что, не вкусно, что ли? Вкусно. Вот так вот у него, чтобы поменьше денег потратить на нас. А хочет он идеал. Ну-ну-ну, это вообще интересная личность. Вот такой был первый расклад. Переходим ко второму. Это что-то долго, ну. Переходим ко второму. Сейчас все карты скидем. Переходим ко второму раскладу. Расклад номер два. Что ты хочешь? Что он хочет от вас на самом деле? И что показывает? Ну, давайте посмотрим, что он хочет от вас на самом деле. Ой. Что он хочет от вас на самом деле? Ну, на самом деле, тут человек хочет, чтобы... Человек хочет, чтобы ты мне, а я тебе. Я тебе отдаю, а ты мне отдаешь. Я тебе отдаю часть своего сердца, и ты мне отдаешь часть твоего сердца. Человек хочет гармонии вообще-то. Но на взаимовыгодных условиях. Не просто так. Я все отдаю, а ты мне ничего. Нет, человек хочет, чтобы было... Я тебе даю вот это, вот это. Я тебе приношу пусть материальные блага, а ты мне за это печешь пирожки. Даешь мудрые советы, потому что ты женщина. Так, второй вариант. Что он хочет от вас? Хочет от вас гармонию, чтобы было ты мне, я тебе. Что он хочет от вас? Тоже интересно. Мужчина, вы чего, с ума сошли? Что он хочет от вас? Знаете, что он хочет от вас? Да, он хочет, чтобы вы давали ему силу, а он вот эту женскую силу, энергию, в которой мужчина поднимается вверх, а вы бы ему давали, а он бы вам давал там, может быть, материальные блага какие-то, ну, как мужчина. Он бы вас охранял. Что он хочет от вас? Что он хочет от вас? От вас он хочет, знаете... От вас он хочет того, что, знаете, как многие мужчины сейчас хотят. Чтобы вы дома сидели, пирожки пекли, а он бы работал, что ли. Вот как-то так, чтобы вы были домашние. Ну, по крайней мере, у них бегали по подружкам, по дискотекам и по клубам. И он хочет, чтобы это было только для него. И что в силу его, чтобы он действительно, чтобы вы принадлежали бы только ему. И давали эту силу свою женскую только ему. Вот если бы была у него возможность, он вас бы приковал бы. К кровати, к кухне, к двери, чтобы вы только были для него. Ну, здесь, знаете, не как-то не со злобой выходит. Сейчас посмотрим. Это с какой-то прям вот... Ах, тайна, тайна. А он хотел бы, понимаете... Тот, кто загадал второй вариант, тот девочки, которые обладают какой-то силой, да. Он хотел бы, чтобы вся ваша энергия и сексуальная, и духовная, вся принадлежала ему. Секс только для него с вами. Вы только для него. Тут всё только, чтобы вы только его. Ух ты! Ну да. Чтобы то, что он нарабатывает, что он там делает, всё было... Всё было в доме и только для него и для вас. Ну, в общем-то, неплохо. Какой-то домострой немножко. Ну, в общем-то, неплохо. Многие женщины именно такого хотят. У каждого ведь своё. Чтобы он хотел, да. Он хотел, что когда он приходит с работы или приезжает с командировки, чтобы вы встречали его, как Дон Кихота, настоящего рыцаря на коне. Вот это вот странно сейчас. Что бы он хотел от вас? Да, он бы хотел от вас. Тут карта, конечно, тяжёлая вышла. Он хотел бы от вас, чтобы вы поддерживали этот союз и не... Вот вы держали бы этот очаг и не разрушили бы его. Чтобы вы сохраняли вот эту любовь, вот эту гармонию, которую он хотел бы от вас. Вообще-то я не скажу, что плохо. Нет, это неплохо. Совсем неплохо. Просто не каждая женщина готова вот так вот быть домохозяйкой. Многие женщины же хотят и своё иметь, и работать, и работать, и заниматься любимым делом. Что он вообще хочет от вас? На самом деле, что он хочет от вас? Да, чтобы вы давали в дом и изобилие, и радость. Вот и вообще. И знаете, человек тут, может быть, и ездит, и если бы он хотел, чтобы и вы вместе с ним ездили, если он так вот любит путешествовать, чтобы вы устранили вот его какую-то беспорядочность, чтобы порядок был, покой. Тут какое-то прям вот это спокойствие. Что он хочет от вас на самом деле? Он хочет, чтобы всё было по справедливости. Ну вот как вначале я сказала, ты мне, я тебе. Вот сколько я тебе дам, столько и ты мне дашь. Ты мне, я тебе. Ты мне, я тебе. Ну хорошо. Давайте ещё одну карту просто посмотрим. Что ты всё-таки хочешь на самом деле? Вообще неплохой вариант. Хороший. Он хотел бы, чтобы и вы его ревновали, ждали его. Хотел бы, вот знаете, чтобы вот ревность, после ревности была такой вот, разозлились и после ревности такое веселье, такой интим, вот такое он хочет, вот такое. Ну, чтобы это всё было в равных пропорциях, и потом гармония, спокойствие. Ну, неплохое вообще такое. А что он показывает вам на самом деле? Это то, что он хочет от вас. А что он на самом деле показывает? А показывает он совсем другое. Ну, шо ж это такое, мужчины милые. А показывает он совсем другое. Показывает... Вот хочет он вот это от вас получить. А показывает совсем другое. Зубы скалим и на костре жарим, да? Что ж ты показываешь, миленький мужчина? А показывает он, да. Вот, знаете, хотел бы, чтобы всё в гармонии было, а сам, извините, стоит как тюремщик в тюрьме. Надсмотрщик. Тут-то всё как вроде бы, как он хотел бы, как по-доброму. А показывает он это всё. Ты моя, и как в тюрьме сиди. Я сказал ша, значит ша. И знаете, это как-то прям вот... Вот как-то злостно, что почему-то так... Ну, зачем так-то, когда можно... Что показывает? И вы от этого печалитесь, потому что... Ну, это же очень сильно... Он всё время занижает вашу самооценку. Он всё время вас принижает как-то. Это он показывает. Зачем вот это непонятно? Зачем? Ревность идёт. Ревность идёт. Ещё какая ревность идёт? Ревнует. И может даже от ревности, может даже что-то... Ну, даже на некоторых случаях может и руку приложить. Или что-то разбить. Вот понимаете, он показывает, что... Как бы кто в доме хозяин? Я мужик, я мужик, вот я мужик, вот... А внутри-то хочет-то от вас, чтобы была гармония. Какая же тут... Когда он показывает, какая же тут гармония. Тут убьёт даже то, что... Всю любовь какая была. Ну, мужчины... Ну, на женщину нельзя так. Мужчины, вот если кто-то смотрит, ну, нельзя так на женщину. Мы же нежные. Мы ласковые. Да, он... Извиняюсь. Он хочет, чтобы вы... Вот... Господи, это какой кошмар. Он хочет, чтобы вы... Что он показывает вам? Чтобы вы лежали, его ждали, плакали. Чтобы тосковали. Да, чтобы по подружкам не ходили. И тут это будет в приказном порядке. Денег не дам. На что пойдёшь? Ну, так образом. Что он показывает? Птиц высоков полёта. Что он показывает? Это таким образом он показывает любовь. И даже когда он там на расстоянии, ещё что-то, он показывает, жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть. Жёлтые дожди. Но тут только в другом аспекте. А если не дождёшься, для тебя все пытки адовые. Потому что каждую секунду он будет проверять, где ты, где ты. Обычно это женщины проверяют. А тут мужчины проверяют. А почему ты опоздала на 15 минут? А почему ты там была? А почему ты здесь была? А почему я тебя увидел около этого подъезда? Ты к кому заходила? К Ваньке? К Таньке? Ты зачем тебе нужно сразу с работы? Или откуда тебе сразу надо домой? Что он вам показывает? На самом деле он показывает, я в доме хозяин. Где бы я ни был, я за тобой прослеживаю. Нам сверху видно всё. Ты так и знай. Нам сверху видно птица высокого полёта. Может быть, работа у него связана с переездами. Может, действительно лётчик. Может, моряк. Может быть, просто ездит. И он показывает, что он влюблён. Он любит. Вы его. И он показывает, что вы ему принадлежите. А даже если вы в браке, то всё запечатано. Ой, Господи. Это какие-то, знаете, хочет человек вот этого добра как-то хорошего. А показывает всё. Вот почему показываешь, что так вот маска же врёшь? Зачем ты это? Ведь так можно убить. Мужчина милый. Так можно убить всю любовь. И женщина встанет, откроет дверь и скажет, да пошёл ты, птица высокого полёта, псиса. Ну, тут как-то второй вариант. Знаете, одно думают, да. А тут, между прочим, допоказывается он. Вот знаете, такое ощущение, допоказывается. Что вы как грохнете топором-то по половице и скажете, иди ты в задницу. Ну, что у нас тут показывает-то? На самом деле, видите, показывает что-то не очень. Ну, что он показывает? Разрушение он показывает. Понимаете, таким образом можно всё просто разрушить. И он своими руками рушит. Вы потаскуете-потаскуете, поплачете-поплачете. И скажете, иди ты. Может быть, уже ушли. Да. А потом, понимаете, сначала будет рушить, а потом будет пытаться возвращать. Нет, я изменюсь. У нас всё будет по-другому. Я подарю тебе все звёзды вселенной. А потом начнётся опять тот же самый деспотизм. Тут какой-то деспотизм, тирания. Ну, да. То потянем, то оттянем. То приблизим, то отдалим. А на самом деле ему надо, чтобы всё текло по его правилам. Ну, это же так... Тут тяжело очень по правилам по его. Одно импонирует, чтобы было вот так вот хорошо. Вот, понимаете, вот в мыслях-то вот он хотел бы от вас вот такое вот, ну, с таким вот, с таким отношением к женщине, что можно получить? Можно получить только абсолютную ненависть, ну, в самом крайнем случае равнодушие. А он любви хочет. Ты мне, я тебе. Ну, да, мальчик. Ну-ка, давайте ещё посмотрим. Что показывает? Вот показывает деспотизм. Это что ж такое-то? Мужчины! Ну, конечно. Что он показывает? Ты в моей тюрьме? Вот я показываю. Ты в моей тюрьме. Хочешь плачь, хочешь не плачь. Ну, ты в ней будешь. Что показывает? Ну, да, и постоянно, постоянно, постоянно он будет прослеживать, где вы, что вы, с кем вы, в соцсетях, везде, через кого-то. Ну, постоянная слежка, как ревность. И ревность в таком плохом аспекте. Ну, извините, вот такой вот вариант попался. Хотя, в общем-то, чтобы он хотел от вас, хотел-то он от вас бы, да, действительно. А им показывает он совершенно другое в поведении. И этим поведением просто все рушит, разрушает и полностью убивает любовь. Полностью убивает любовь. Ну, что это такое? Просто здесь вот такое вот идет, что кому-то надо с ним, чтобы поговорили и сказать, ты чего, с ума сошел? Ты чего, с ума сошел? Ну, с женщинами не так. Вот здесь нужно, чтобы с ним кто-то поговорил. Или психолог, или старший кто-то человек, мудрый, чтобы он понял. Вот какое-то вот, такое, не знаю, показушничество. То не в том смысле показушничество. Он... Вот такое ощущение, что вот такие мальчики обычно вырастают мужчинами. Ну, не мужчины, это маминкины сыночки, или которые воспитались в семье, где только мама была. Или папа там никакого участия не оказывал. Или просто с мамой. Потому что здесь какой-то... Я хозяин. Хозяин чего? Чукотки, что ли? Отношения-то надо строить. И любить, и улыбаться. И подарки дарить. Ну, вот такой был у нас вариантик. Вариант был два. Теперь мы перейдем к варианту номер три. К варианту номер три. И еще раз вам говорю, что кто зашел сюда на этот канал первый раз, на первое видео, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал и заходите на канал Ведунья Вивьена на канале Серебряная Кнопка. И уже там где-то около 120 тысяч подписчиков. Так, ваш... Так, что он хочет от вас на самом деле? И что показывает? Что он хочет от вас? И что показывает? Вариант номер три. Что он хочет от вас? Ну, мужчины, ну, мужчины. Сейчас посмотрим. Не будем пока открывать. Что он хочет от вас? Почему-то он хочет от вас, вот сейчас посмотрим. Он хочет от вас, чтобы вы не требовали с него каких-то денег или материальных благ, или что-то с недвижимостью. Что-то, чтобы вы от него не требовали. Потому что у него... Он не может этого дать. Что он хочет от вас на самом деле? Он не хочет, чтобы вы требовали то, что он не может от вас... Не может... Не может дать. Просто не может дать. И в материальном смысле тоже. Что он хочет от вас? Хочет от вас. Молодец. Ну, тут у мужчины просто, может быть, не так хорошо с деньгами, или просто есть какие-то долговые обязательства, и он просит, хочет от вас, чтобы вы не требовали от него, что он не может дать. Тут идет, что он хочет от вас. Ну, тут у многих проиграет, что мужчина хочет куда-то поехать, или на заработки, или работа, которая связана с движением. Что он хочет от вас? Он хочет от вас, чтобы вы были той женщиной, которая дает любовь. И что он хочет от вас на самом деле, что он хочет? Чтобы вы были его женщиной, женщиной, которая любит детей, но в то же время давала бы возможность ему как-то реализоваться. Потому что тут идет такое, что у мужчины какие-то есть проблемы. Может быть, с деньгами, может быть, с кредитами, может быть, ну, тут денежные такие вот проблемы. От вас-то он хочет, чтобы вы были женщиной любви. Женщиной его любви. Но чтобы он был каким-то образом, карты мешаются, был свободным. Чтобы вы не мешали ему как-то вот, какие-то вот неприятности у него. Он просит, пусти меня, когда они говорят, пусти меня на войну. И я отвоюю там кусок, эту территорию на этой войне. И это там мы построим дворец. Ну, примерно так. Примерно так. Так, давайте смотреть. Так, что он хочет от вас на самом деле? Да, он хочет от вас. Он хочет от вас любви такой яркой. Но он хочет от вас преданности. Он хочет от вас стабильности. Что он хочет от вас на самом деле? Знаете, это прям замучен тяжелой неволей мужчина, тот, кто загадал вариант номер три. Потому что у него какие-то проблемы. И он, знаете-ка, он хочет вашими руками, вот, вот, такое ощущение, как будто он хочет вашими руками разорвать эти отношения, которые у вас. Да. Потому что здесь, может быть, здесь человек игрок. Может быть, здесь человек, какие-то деньги тут, какие-то вот деньги большие, вот, какие-то деньги вижу. И вот человек почему-то хочет, чтобы именно вашими руками вы сами бы все и разрушили. Вот это да. Ну, хотя, а переживает-то как? Переживает. Что он хочет на самом деле? Почему-то он хочет, знаете, он хочет почему-то разрыва. Он почему-то хочет разрыва, потому что, вот, знаете, у него действительно какие-то непри... Он прям, да не в любви мне. Да, я хочу, я хочу, чтобы около меня была эта женщина. Ты вот такая. Ну, мне сейчас не до любви. Мне бы самой бы, самому бы не свалиться в яму. Все рушится. Вот ты посмотри, все рушится. Мне надо как-то выкарабкаться. Выкарабкаться. Мне надо в денежном выражении выкарабкаться. Мне сейчас не до любви. И он хочет от вас, чтобы вы не требовали от него то, что он не может дать вам. А чувство-то у него к вам есть. Просто он хочет от вас, чтобы его... Вашими руками вы все это сделали. Так. Что он хочет от вас на самом деле? Здесь негатив идет на этом мужчине. Ну, тут что-то такое вообще. Прям как будто он себя в жертву приносит. Хотя этой карты нету. Ну, вот я чувствую, что как будто человек жертву приносит, что он хочет от вас на самом деле. Чтобы вы... Вы разрушили... Вот как бы вы... Он доведет вас до такого состояния, что вы эти отношения, чтобы разрушили. И чтобы вы другого нашли. Он не может вам дать то, чего вы хотите. Да, здесь может быть человек защищается от всего. От вас защищается. От каких-то там кредиторов или кого-то еще. От всех... От полицейских. От кого он от всех защищается. Тут вообще какая-то ерундистика. Что он хочет от вас на самом деле? Он хочет, чтобы то, что он показывает, ну, то есть то, что он делает, чтобы вы разозлились и разрушили все сами. А он как бы ни при чем. Потому что ему сейчас не до любви. Не до любви ему вообще. У него такие проблемы, что мама не горюет. Где взять? Как отдать? От чего? Что-то прям такое прям рушится. Ну, давайте хорошо посмотрим, а что он показывает на самом деле. Да он и показывает на самом деле. Я одиночка, мне одному идти. Он и показывает на самом деле это же. Так, где у нас колода? Вот, тут мы смотрим. Что он показывает вам? Что он показывает? Показывает. Что он хочет от вас на самом деле? Что показывает? Хочет он вашими руками все разрушить, а он ни при чем. Что он показывает? Да, он показывает, я одиночка, я свободный. Да, тут на человеке негатив. Тут на человеке, я вам же тут сказала, что на человеке негатив, порча какая-то. Потому что он показывает, что он показывает, что он показывает, что он как заточен. Он действительно как заточен, как в тюрьме, как в тюрьме. Что он показывает? Ну, он и показывает то, что одни огорчения, одни неприятности, все что-то рушится, все горит. Что он показывает? Может, может, Бог поможет? Да, тут какие-то бумаги, договора или что-то в этом роде. Что он показывает? Не требует от меня ничего. А что показывает? А показывает, что есть еще какая-то женщина. И вот от этой женщины идет этот негатив. Я прям зеваю, потому что это четко порча или носхи. Что он показывает? Что уже вся башка у него в каменьях. И что он показывает? Он так и... Понимаете, надеюсь, что он хочет вашими руками все в отношениях разрушить. Не то, что разрушить, а что он не может дать вам то, чего вы хотите. И в конечном итоге вы разозлитесь и сами скажете, а я ухожу. А что он показывает на самом деле? Он практически то же самое показывает, но он человек порчен. Что иди ты будь одна. Мне тут... Мне вообще не до любви. Я весь заточен, я весь закрыт. Я как в тюрьме. Женщина тут помогла, делает. Я не могу ничего сообразить, как будто у меня не хватает ни знаний, ничего. Да, у него какие-то проблемы... Это карта-подсказка. Значит, правильный расклад. Вы знаете, как будто проблемы иммуниципального характера или с полицейскими. Вот эти люди, люди, люди. И надо перед всеми нужно что-то... Как будто долгов, что ли, много, всего много, не знает, куда деваться. Что он показывает? Он показывает, что есть какие-то вещи, которые связаны с его непосредственно домом, с ним. Да, он показывает, что он показывает. Показывает, что все время какие-то разборки. Ну, на человеке тут порча. Тут на человеке четкая порча идет. Потому что у человека не то, что туман в голове, а человек какие-то поступки совершает. Ну, вот это можно только в неадеквате совершить. Или действительно под воздействием нейро-лингвистического программирования. Или под действием магии. Когда заставляет человека делать то, чего он сам-то и не будет делать. И здесь такое же. Да, у человека очень большие проблемы денежного характера. Или это, я говорю, это деньги, недвижимость, все что угодно. Все, что материальное. У него большие потери. Вот он, что он показывает? Показываешь ему. Что у него вообще, фиг знает, что он не до любви ему вообще. Человек-то, в общем-то, неплохой. Просто он, видите, как бы, вот как бы человек запутался, пошел не по той дороге, и его держат какой-то дрянью. Человек, я не вижу, что человек плохой, что он говно. Нет, не говно. Просто его превратили в какое-то, знаете, в нечто. Вот даже не мог сказать в нечто. Человека превратили в нечто. И вот поэтому у него и потери денежные, вылезти он не может. Эта баба вот эта вот злостная чего-то делает. А что держит? Ты уже, вот этого мужика уже совсем, я не знаю, куда загнала. Хорошо, что ты еще показываешь. Мужчина-то неплохой. Да, потому что он не знает, как он. У него то понедельник, то сразу после понедельника суббота, после субботы вторник и так далее. Беспорядочность какая-то. Не может никак порядок навести. Вот он считает, что он свободный, вольный, как бы я один. На самом деле, это только показывает, на самом деле, да, тут идут проблемы или государственного характера, муниципального, полиции, милиции, ну, что угодно, потому что здесь действительно у человека проблема. И показывает он то, что у него... Здесь, знаете, вот этот человек вляпался, пошел не по той дороге, и все у него как-то не очень хорошо. А на самом деле, человек, вот хочу просто посмотреть, а что это за человек? Я не вижу, что он плохой человек. Просто его совсем сгнобят. И уже сгнобили. Он прям валится в эту вот дыру в колодец, откуда не вытащится. А сгубили его девки. Сгубили его бабы. А человек-то он неплохой. И любить он умеет. Да, сгубили его вот отношения всякие разные. Дурачок ты. На тебя потом наделали. Вот и все порушилось. Ну, что ты за человек? Знаете, неплохой он человек. Он думал раньше, что ну как вообще, что вперед, вперед, вперед. А сейчас выбраться не может. А сгубила его... А сгубила его любовь к бабам. Любовь к бабам сгубила его. Вот нашлась такая бабенка, которая перекрыла ему все. Вообще же еще хочу спросить. Ну, какой ты все-таки? Я не вижу от тебя такого зла. Да неплохой он человек. Знаете, тут сказку вспомнила. Император дурачок. Вот понимаете, император дурачок. Цахис Цинобер. Прочитайте такую сказку Гауфа. Цахис Цинобер. И поступки у него произошли вот такие неправильные. Пришел неоткуда и ушел в никуда. Человек не злой. Ну, Цахис Цинобер там может быть и злой, но он потому что был... Сказка такая интересная. Сказки Гауфа очень интересные сказки. Они не только... Они не для детей, они именно для взрослых. Ну, здесь я точно могу сказать, что здесь у вас идут в разные стороны дороги. Потому что человек встал на перекрестке Бесовском, да. Ничего он не сможет сделать, у него нету сил пока. Все силы отняли. Третий расклад такой, вот как-то не получилось прям, чтобы... Любовь... Ну, я здесь... Не знаете, здесь вот какой-то такой идет, что, Господи, что ж ты натворил-то? Ведь куда ты вляпался? Неплохой сам по себе человек. Неплохой. Жаль, что погибает. Вот честно говоря, жаль, что погибает. Это вам решать. Ну, тут вот с этим и вот этим бороться очень сложно. Бороться очень сложно. Вот такие у нас были сегодня три расклада. Заходите, подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. А также заходите на канал, основной канал Ведуньи Вивиена. Всегда рада. Нас там много. И вы туда подписывайтесь. И здесь подписывайтесь. Пока-пока. Я всегда улыбаюсь и всем говорю. Радуйтесь, улыбайтесь. Смотрите на свет и удивляйтесь. Удивляйтесь всему. И тогда Вселенная даст вам все блага жизни. И материальные, и любовные. Потому что где любовь? Там всегда. И материальные блага. Это две сильнейшие энергии, которые правят миром. Пока-пока. С вами была я, ваша Вивиена. До новых встреч. До новых встреч на этом канале и на канале Ведуньи Вивиена.